на это он тв программа тема дня сегодня ввиду я михаил горин а со мной в студии журналист константин пушкин здравствуйте константин здравствуйте михаил вопрос следующий темой последних дней стало решение наших властей а точнее премьер-министра и министра обороны потому что это входит данном случае в их прерогативу решение принято решение о строительстве нового жилья в кириат арба в мале думим в иерусалиме потом в таких так называемых проблемных районах столицы где в основном живет арабская или граничит пограничное с еврейским населением не скрывается они власти об этом заявили что практически это наш вот ответ на последние теракты что вот в ответ на это мы будем укреплять еврейское присутствие в этих районах я к вам первый вопрос почему нужно ждать теракты есть для того чтобы укреплять наше присутствие в этих районах почему этого нельзя делать там год назад без всяких терактов к сожалению я думаю что более адресно этот вопрос все-таки относится к правительству и ну понятно но в данном случае правительство занято но пресс-конференции по этому поводу не проводит я спрошу вашу точку ну поскольку правительство по крайней мере его глава находится в африке давайте попытаемся разобраться вместе действительно несколько странная логика если посмотреть за статистикой что-либо крупных терактов действительно сразу объявляется о строительстве в поселениях или на так называемых спорных территориях но факт остается фактом что из этой же статистики следует что эти же решения не выполняются годами это вообще становится общим местом что ли или такой политической риторикой да вот совершается тракт ну вроде что-то надо делать объявляется о том что вот утверждено новое разрешение на получение новое разрешение на строительство каких-то единиц жилья мне представляется наверное это повторюсь это некая политическая риторика с одной стороны с другой стороны я выскажу мнение может быть которые очень спорно и к сожалению его не могу подтвердить фактами но постоянно случаются сливы постоянно утечки о том что так или иначе если не прямые переговоры то какие-то соприкосновения с той стороной происходит действительно эти решения о строительстве жилья очень странные если все равно какие-то земли будут отданы так или иначе как бы мы хотели не хотели но так или иначе на какие-то уступки израиль будет идти не завтра так послезавтра и и даже если это строительство начнется вполне возможно что это строительство постигнет та же участь что и гушка тифа поэтому по но поскольку поскольку израиль несколько страна зазеркальная где солнце встает справа налево птицы поют согласовками то соответственно и решение правительства представляется в русле этого формат тогда непонятно если все эти все эти квадратные метры которые громогласно звучат как ответ на террор они все равно не строятся на кого эти заявления рассчитаны это для рассчитаны для внутреннего потребления для внешнего ведь после каждого такого заявления у нас еще и портятся отношения с международной общественностью в случае тем что принято называть международной общественностью стучит кулаком по столу вашингтон европа заявляет грозные протесты нам грозят какими-то санкциями это для чего делается для кого я просто хочу понять логику если вы готовы понять а вы считаете что у нас хорошее отношение с международным сообществом есть куда их портить не зачем же порт еще ну как бы стука кулаков того же генерального секретаря по столу это уже настолько барабанная дробь что если он смог не так наоборот установишься тишина мне кажется будет более угрожающей по ним хорошо вы сами затронули тему переговоров возможных которые ведутся вдали от наших ушей по всем не только и журналистов но и вообще избирателей у этих переговоров еще конкретные странички не только обширные какие-то книги а конкретные странички которые примыкают вот к этой теме с которой мы начали я имею ввиду слухи о возможных переговорах а возможно о том что они уже даже ведутся по поводу тел наших двух солдат которые погибли во время операции нерушимая скала известно что там погибло два солдата что они признаны погибшими но тела их находятся там скорее всего насколько мы понимаем есть еще два израильтянина один точно один предположительно которые живые находятся тоже в секторе газа удерживаться хамасом и участ появились слухи о том что переговоры по поводу возвращения тел все-таки ведутся хотя до сих пор израиль это категорически отрицал на ваш взгляд насколько имеет под собой основание эти слухи это первое и ждет ли нас опять-таки на ваш взгляд новая сделка возвращаясь к началу нашего разговора если брать за точку отсчета что строительство жилья в юдей самарии например это наш ответ террору то очень странным представляется дальнейший путь борьбы с этим террором обменивая живых террористов на тела наших солдат и даже на живых граждан представляется не несколько абсурдным если вы боретесь с террором то вы по крайней мере с ним не договариваетесь если вы с ним ведете какие-то переговоры то это уже на борьбу не похоже тогда никакой строительством тоже не поможет совершенные нишанина из фактов в которую мы к сожалению погружены но в которых мы не знаем истины потому что как это стандартная и обычная оговорка что оттуда видно то что не видно отсюда и наоборот выражение которое приписывается шарону соответственно мы не можем к сожалению рассуждать поскольку поскольку у нас нет полной картины но опять же практика и статистика как со строительством то есть объявляется громогласно как правило потом все это тихо и под шумок забывается и опять возникает в связи с очередным терактом который к сожалению у нас довольно приобрели уже характер очередных соответственно я думаю что и сделка с с хамасом так или иначе будет потому что практика показывает что ничего никаких других шагов израиль не предпринимает по крайней мере для освобождения даже своих живых граждан вопрос только в цене то есть во сколько очередных терактов и очередных новых жизней будут стоить нам выпущенные террористы и возвращенные граждане израиля последний вопросов в этой же теме интересует данном случае ваша лично опять-таки точка зрения косвенным подтверждением того что сделка все-таки обсуждается скажем так является заявление которое было сделано в рамках когда обсуждалось последнее соглашение с турцией и касаясь вот этих самых пропавших тел пропавших наших погибших солдат премьер-министр сказал что нам нужно вернуться к выводам комиссии шамгара и заново их пересмотреть посмотреть комиссия шамгара напомню это комиссия которая должна была определиться именно вот по вопросу цены что делать в случае похищения солдат или тел погибших солдат которая должна была сделать свои выводы по следам так называемой сделки шалита известно что комиссии какие-то выводы сделано но мы не знаем какие до нас их не довели вопрос следующем в любом случае речь идет о том о цене о которой вы говорили вот на ваш взгляд вопрос действительно в цене или должно быть однозначно один раз установлено что ни живых не мертвых мы не меня вы знаете постольку поскольку израиль не советский союз где руководствовались с принципом солдат не жалеть бабы еще нарожают напомню что выражение приписывается маршалу победы жукову поэтому мы находимся в такой вечной постоянной этической дилемме мне представляется что математического пути разрешения здесь нет так же как и нет пути борьбы с кардинального искоренения террора нет путей кардинального искоренения преступности все что может сделать полиция это максимально сократить количество преступников поместив их в места не столь отдаленные то же самое с с обменными сделками ну как можно себе представить да вот тело одного солдата стоит два живых террориста или вернуть тела десяти убитых террористов это вопросы которые который мне кажется это как вопрос как смысл жизни дело не только в цене вопрос в одном менять или не менять мне кажется что в каждом случае надо подходить в В каждом случае надо подходить отдельно. Нет готовых рецептов и нет готовых... Точно так же, как США провозгласили, что мы с террористами переговоров не ведем. В конце и этот принцип потерпел крах. Соответственно, каждый вопрос, наверное, требуется в каждом случае какая-то своя комиссия Шангара, которая будет что-то определять, будет это решать. Понятно. Вопрос тяжелый, рецепта этой болезни мы не найдем. Спасибо за этот разговор. Напомню, что со мной в студии был журналист Константин Пушкин. Всего доброго.